Музыка На Хачеване находится основная русская армия, где-то около 12 тысяч человек. Здесь находится около Еревана отряд Красовского, 3 тысячи человек, осадные. И здесь находится Ишмиадзин. И про стенок начинает подходить русская осадная артиллерия для занятий города Еревана. Дело в том, что из-за отсутствия тяжелой осадной артиллерии, 2 провалилось занятие крепости Еревана. И было 5 орудий. И именно с этих одного орудия стрелял по персу управляющий армянской церковью Дверсес Аштараки Ци. В 6 часов вечера сражение закончилось. Русские полностью прошли Кишмиадзин. Оттуда вышел встречу местный гарнизон. И сражение прекратилось. Но в результате потери русских составили 1131 человек убитыми. Паскевичу пришлось признать обоснованность операций по Ашакану и нести в военный журнал. В случае, по данным нашей историографии, на 1827-1828 год там было 27% армянского населения. А в 1850 году, 1 января, открылась Ереванская губерния. Закон о ее создании был принят в июне 1849 года. Добрый день. В эфире Ирявунг Ти Ви. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Тунян. Добрый день, господин Тунян. Здравствуйте. Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. Мы знаем, что в этом году отмечается 195-летие Ашаканской битвы, освобождение Ереванской крепости. И вы, как специалист в этой области, в истории Армении, именно этого периода, мы бы хотели сегодня с вами побеседовать на эту тему. Знаем, что в конце месяца, в конце августа будет также конференция на эту тему, где вы принимаете участие с докладом. И конференция будет международная, будут гости из России. И как бы хотелось уже нашим зрителям немножко представить, сделать небольшой экскурс в историю. И представить, почему эти события настолько значимы, что спустя почти уже 200 лет мы возвращаемся к этой теме, обсуждаем ее. Важность вот этих событий для истории Армении представьте, пожалуйста. Пожалуйста. Очевидно, необходимо представить общую конфликту русско-персидских и армянских отношений. В июле 1826 года русские владения вторглась персидская армия. Шестнадцатый удар был по Карабаху, а спустя три дня по Гюмри, Учки-Леса. В результате начались боевые действия. В начале августа, 5 августа, царь из рапорта командующего отдельным Кавказским корпусом Алексея Петровича Ермолова узнал о поражении русского батальона полковника Назимки около Гориса. Он там написал, «Никогда до сих пор русские не терпели поражение от Персиана». Чтобы усилить кавказские силы, он послал уландскую дивизию во главе с героем Отечественной войны Денисом Давыдовым, генералом, направил крымскую пехотную дивизию во главе с Афанасием Ивановичем Карасовским, а также выделил тяжелую осадную артиллерию. В начале 1827 года началось определение плана кампании на 1827 год. В результате царь утвердил две главные цели – занятие города Еревана и города Тавриза. В марте произошла смена руководства отдельного кавказского корпуса. Главнокомандующим вместо Ермолова стал Иван Федорович Паскевич, который имел богатый опыт деятельности на Балканах, и дипломатически, и военно, особенно, и был приятелем царя. Уже 14 апреля генерал Бекиндорф занял Ичмиадзин и постарался обладать городом Ереваном. Он издал прокламацию, но нахрапом не удалось. К этому времени была также выработана общая платформа предстоящего мира. В январе 1827 года полковник квартирмейстерской части Эннегольб, который входил в свиту царя в окружении, в Тифрисе издал работу, подготовил записку обозрения персидского государства. Там он выдвинул две идеи. Первая идея – установление границы по реку Аракс. И вторая – организация переселения армян. Если брать в таком большом разрыве историческом, это не новинка была. Но было принято еще решение в 1982 году Государственным Советом иметь, естественно, границу по рекам Кура, Арпачай, Аракс и Чорох. В начале апреля состоялось заседание военного комитета по главе с начальником штаба Толстым. Там также было принято решение об установлении границы по реке Аракс, переселение 80 тысяч казаков малороссийских из Полтавы для обеспечения персидской линии проектированной и по единству веры с армянами. На этой основе уже в конце апреля был подготовлен проект предварительного мира, который стал основой Турханчайского мира, разработал его министр финансов Егор Францевич Конкрин, один из героев ответственной войны, он был интендартом. Там договор состоял из 11 пунктов, а Турханчайский договор будет из 15 пунктов, а там будет договор из 15 пунктов, о переселении там еще пока не было никакой речи. Это были главные цели. Поэтому, когда Бикингдош не сумел занять Ереван, быстрым ходом, туда прибыл Иван Федорович Паскевич, главнокомандующий. 6 июня он предпринял осмотр Ереванской крепости. Мы все местные жители знаем, что крепость Сардаля, Ереванская крепость, находилась на возвышенности перед рекой Роздан. И эта возвышенность, откуда наблюдал Паскевич, у нас в народе называется холм Паскевичи. Вот он осмотрел и составил следующее заключение, что мы не сумеем занять крепость, поскольку у нас всего лишь 3000 легких гранат. Он учитывал опыт двух осад в крепости Еревана 1804 года и 1808 года. И то, что он видел и знал по своему опыту. Поэтому он оставил осадный отряд во главе с генералом Красувским, а сам ударился на Хитиванскую область и находился в довольно длительное время, учитывая жару в Арвадской долине, в урочище Карабабар. И после этого начались те события, которые вас непосредственно интересуют. Речь идет о Башалканском сражении. Сложилась ли в обыкной ситуации? На Хитиване находится основная русская армия, где-то около 12 тысяч человек. Здесь находится около Еревана отряд Красувского, 3000 человек осадный. И здесь находится Ишмядзин. И про стенок начинает подходить русская осадная артиллерия для города Еревана. занятия в городе Ереван. Дело в том, что из-за отсутствия тяжелых осадной артиллерии два провалилось занятия в крепости Еревана. 2 августа 1827 года Агамалян, армянский старшина армянского отряда, который служил у Сардаря, предупредил Эра Ханерсеса Штаракетти о том, что приближается персидская армия с наследственным принцем Албас-Мирзой, которая в своем составе имеет 20 тысяч человек, 17 тысяч конницы и 3 тысячи пехоты. Потом, правда, эти данные будут уточнены, там было 25 тысяч войска, 15 тысяч конницы и 10 тысяч пехоты. 3 августа 1827 года начались первые стычки. Персы попытались занять местоположение отряда Красновского, Джангири, а потом двинуться на основную его стоянку, Сурдогенет, около горы Безокдал, Апарана, и разбить их. Это не удалось. Они были отброшены. После чего, 16 августа, они предприняли наступление на Ишмиадзиме. Ставилась следующая цель, захватить духовный центр армян, захватить подход подходящую тяжелоосадную артиллерию и, наконец, иметь выход на Грузию. В Ишмиадзине в это время имелся слабый гарнизон, а именно там располагался лечебный центр, было 700 раненых русских солдат. Там находилась армянская дружина, первая армянская дружина, около 150 человек, и было 5 орудий. И именно с этих одного орудия стрелял по персу, управляющий армянской церковью, версия Аштараки Ци, что зафиксировано в архиве, военно-ученом архиве военного архива России. Я привожу данные отсюда. Атака была отбита, началось накопление сил, военно-ученом архиве, после повторной атаки 16-го, версия Аштараки Ци предупредил Красовского о необходимости оказания помощи. 17-го на рассвете из Джангиля выдвинулся отряд Красовского 3000 и под обстрелом противника совершил через реку по реке к отцах ущелью проход. Очень смелый маневр предупредил. И уже в 3 часа дня началось сражение, ожесточенное сражение военно-сборнике, который издан Тифлиси, 23-й том, Там есть описание дневника Красовского о том, с какой смелостью сражались Перцы и особенно курдские отряды конницы. В 6 часах вечера сражение закончилось, русские полностью прошли Кишмиадзин, оттуда вышел встречу местный гарнизон и сражение прекратилось. Ну, в результате потери русских составили 1131 человек убитыми. Безвестий пропали 134 человека. Потери Перцев составили 30 человек. Я отмечу следующее, что впервые в этом сражении были использованы конгерлевые ракеты, то есть пороховые ракеты, которые изобрел в начале 19 века английский ученый Уильямс Кингерри. И они нанесли большой ущерб Перцам. После чего, с учетом больших потерь, особенно среди пехоты, Перцы отошли. И возник вопрос, что делать дальше. О сражении спустя два дня узнал Паскевич и был возмущен. Он потребовал возмущен, он был значительными потерями. Это самые большие потери были в ходе всей персидской кампании 1926-1928 годов. потребовал объяснений, сказал, что я приеду, мы рассмотрим этот вопрос. Он написал Красовский, что это диктовалось политическим решением военной необходимостью, чтобы не захватил Ишмиадзин, духовница, чтобы не захватил подходящие пушки тяжелой артиллерии красоты в городе Ереван. Нам находилось 20-24 фунтовых пушек, типа тех, которые используются в украинском конфликте, американский сегодняшний Хермис. Там были две гаубицы, была мониторная пушка, легкая, и 20 маленьких пушек. Если бы перси захватили, они бы разбили замки, и эти пушки вышли из строя, и вся компания должна была бы самоликвидироваться. Другой аспект это простор выхода на Грузию. Почему я говорю? Дело в том, что во время кампании 26-го года, когда было 48 дней потрачено перцами на осаду города Шуши, крепость Шуши, Шуши, они не смогли выйти ни на просторы Баку, ни на просторы Тифриса, хотя не могли этого сделать. Поэтому 8 сентября состоялся военный совет отдельного кавказского корпуса, где был вынесен вопрос обсуждения шатанского сражения. Здесь столкнулись Красовский и Паскевич прежде всего Красовский объяснил свою позицию патриць факторами войны, необходимостью. Паскевич считал это неприемлемым. Оба они воевали вместе на Балканах, Молдавии, Валахии. Паскевич там еще исполнял дипломатическую миссию у султана Селима III. Если бы еще один день он остался в Стамбуле, его выказнили как султана. После этого они встречались на отдельных участках, взаимодействовали и до создания осадного отряда Красовский был начальником отдельного Кавказского корпуса. Там они поссорились и вот здесь эта ссора возникла. что оставит впечатать на их последующие отношения. И тут то есть я правильно понимаю, что Паскевич не одобрил эту всю кампанию. Не кампанию, это выступление Ашаканское сражение. Почему? Не только из-за потерь, перед ним стал другой сценарий в виде войны. Он намеревался оставить Ереван в тылу, мирным путем занять Таврис, после чего должны были последовать мирные сдачи Сардарапата, Армавира и Еревана. А теперь по его словам он должен был с учетом того, что все-таки армия Аббас-Мерси оставалась в Альянской долине, заняться покорениями этих двух крепостей. Ну, вопрос мы несем на решение военного совета. И здесь произошло то, что не рассчитывал Паскевич. Карасовского поддержали военные генералы. Прежде всего полковник Николай Николаевич Муравьев, будущий наместник Карский, нам известный, который в 1832 году будет руководить русским корпусом в Стамбуле. Он заменил Карасовского на посту начальника штаба отдельного и указал на правомощность действия Карасовского. Ту же самую позицию заняли генерал Сухотеля и также генерал Константин Пенькиндор, о котором мы говорили выше занятия Шмиадзина, он являлся братом всесильного шефа русской жандармерии Константина Бенькиндорфа, Александра Бенькиндорфа. С царем был тоже в близких отношениях. Бенькиндорфа. Именно поэтому Баскевичу пришлось признать обоснованность операции по Ашакану и нести в военный журнал. Бенькиндорфа. интересно в связи с описанными вами событиями, какую роль сыграли армяне? Мы знаем, что были армянские добровольческие отряды и за кого воевали кавказские татары азербайджанцы. Вообще в этих событиях они как-то фигурировали? В начале мая 1826 года Нерсес Аштареки Ци в Тифрисе привел к присяге первую армянскую дружину. Всего были созданы три дружины. В своей основе там были преимущественно персидские армяне и несколько человек из турецких пределов. Дело в том, что персы начиная военную операцию из территории будущей армянской области Ереманской губернии, Ереманского ханства переселили армянское население в сторону Байазета и в сторону Тавриза. Это в каком году? В 1826 году. А армянское население было уменьшено еще в 1885 году после первой осады, когда из Ереманской области было выселено 65 тысяч армян переселено в Грузию для стабилизации положения в Грузии. А место нашего армянского населения уже с 1811 года стали пребывать мусульманские племена Карапапахсты, скажем, они укосывали в мире. Там на месте укосывания Латчина сегодняшнего там была стоянка 500 человек было и так далее. Ну, естественно, они были вовречены в этих боевых действиях на стороне власти. Хотя, скажем, вот, когда было восстание в Ереване в 1884 году, осенью против персидского владычества, даже татары села Мастара, это первое село, когда мы едем к аэропорту, правильно? Они вместе сражались с армянами. Так что здесь башь на башь кто с кем, кто знал друг друга, защищал друзей. Так что в этом сражении у Шаканского приняла первая дружина, вторая была в Нахачеване, потом еще третья подошла и принимали. А полностью приход армянского населения уже состоится после подписания туркманчайского мира. вот что тут дело. А вот вы сказали, что переселение армян было, сюда пришли... Ну, скажем так, выселено было после военного совета 1884 года, 30-го состоялся, в 4-м сентябре было выселено 11 тысяч семейств. Если берем мы посредним 5 человек, это будет 55 тысяч. потом геламяны, в мире гелапян и его брат выселят 400 семейств, это уже получается 2000. В 1885 году Кирик, главнокомандующий Кавказским краем Тицианов затребует 1000 семейств из Катайка, особенно села Ягвард, это еще 5 тысяч. Даже получается более 65 тысяч, но мы берем минимальную цифру. То есть в процентном соотношении армянского Поэтому уменьшится в этом случае, по данным нашей историографии, на 1827-1828 год, там было 27% армянского населения. Дело в том, что еще в 1808 году состоится заседание Государственного Совета, на котором был понят вопрос о переселенцах в Грузию. Там катарикоз Ганель Сумаля-Ци и Ереванский Сардаш-Хан Курихан поняли вопрос о возвращении насильно выселенных армянских семейств, поскольку часть из них они были размещены в больниц Хачани, Тифлиси и Елизавет Поле, могли оказаться в зависимости от грузинских помещиков, то есть быть закрепощены. По манифесту о присоединении 1881 года. В этом случае, если они поселялись, они должны были признать крепость. Но из-за этого случая там были два выступления Румянцева и генерала-философа, которые говорили, что нельзя ослабляя соседей, которые озлобятся на них. Адам Черторийский предложил определенный статус, и царь согласился, он написал, что кодекс Сарабахтанга действует по 1881 год на тех пересредствах, на остальных, то есть армянских, он не действует. И на них устанавливалось в 1880 году с каждого местного жителя армянина, проживающего, устанавливалось 1000 рублей. Вот налог устанавливался. Ну начался возврат потихоньку после этого только церковных крестьян Ишми Адзин. В 1814 году только было закончено, а остальное так было. И вот еще интересно, вот если бы не смогли отбиться от этих отрядов персидских, что было бы с храмом Ишми Адзина? Есть ли в истории какие-то об этом информация? Его бы разрушили, его бы сохранили? Объяснение в Сен-Саштаракеции, если бы он разрушил, а бас мир занял и святой ишми Адзин, то я бы его снова восстановил весь золоте, сверкающим и так далее. Дело в свое время в 1884 году в 1884 году попал Зиньдан, он был сторонником католикоса Даниэля, ему выражалась смерть, он был участником сражений за Элизавет Поль и активным участником сторонником Даниэля, но его родственники выкупили и освободили. в 1884 году. это откладывает отпечаток на деятельность. Конечно, это не современный ШМИАДзин, есть грамуры немецких исследователей, ученых, которые посвящали. Ну, костяк как был, он так и сохранился с 1638 года. Только вот эти стены появляются попозже. Особенно вот наглядно сейчас ШМИАДзин похорошел при католикосе Горегине вторым, резко изменился, воинская часть была выведена и так далее. Ну, вот получается, что по итогам первой и второй русско-персидских войн была образована Армянская область на основе... Нет, этому предшествовало занятие в октябре, в сентябре Армавира. В сентябре какого года? 1827 года, после Ашаканского сражения. Там он применил свою известную тактику. С трех сторон окружает осаждаемую крепость, а четвертую сторону он оставляет свободную и брат Сардарар, Кусейхан, со свободной стороны вышел и перебрался в Иереман. Почему я говорю, такая же тактика используется недавно во время специальной оперативной Украины с окружением и оставлением противника, чтобы он мог бы уйти. сейчас другая несколько дней. А занятие Иеремана состоялось 1 октября 24-го началось строительство для осадных орудий. Декабрист Пушни руководил. Но в отличие от того, что пишется в литературе, Иереман не был взят штурман. Северная часть немножко обвалилась под ударами артиллерии. Там были использованы опять эти ракеты, кенгирные ракеты. И поэтому среди кавказских народов есть предание о том, что при осаде Иереманской крепости русские стреляли такими снарядами, которые пробивали Иереманскую крепость и летели к стороне горы Арарат. То есть речь идет о ракетах, которые там были во второй раз испортны. Там есть воспоминания и поручика Носкова об этой артиллерийской дивизионе в 1864 году. А дело сад городского населения крепость появились белые флажки под давлением местного населения первого счета армянского персидский коридор сдался. армянского 10 часов утра проснулся Паскевич узнал о занятии города гвардией уже час сел на кобыл и попался в город. Он представил царю свой военный успех под его личным усмотрением активным. Пожалуйста. Ну вот давайте поговорим про образование именно армянской области как административной единицы на основе которой потом уже первая республика вторая республика то есть если бы тех событий не было не было бы и республики и фактически совершенно верно об этом писали в 95 году книги Гриба и Белармения в ходе военной кампании имелись различные предложения отметим что в 26 когда царь послал Паскевича помогать Ермолову будет Санхорская пицца Елизавета Польская с Мадатовым когда не нанесли поражение персам он был командующим потом старый командующим царь ему отдал наказ постарайся любыми средствами занять Ермол это означало что надо было допустить возможность допустить сохранение ханской власти в результате вот такой политики в Нахчеване полицейскими приставами остались местные руководители Эксан хан и его двоюродный брат Артубадский правитель Шихали по 1838 год и соответственно эти порядки которые были при персидетском управлении сохранялись иначе сложилось уже в Ереванской основной части области где была создана Армянская область здесь в ориентире действовали другие соображения политические уже в 1827 году 1 июня дипломатический представитель внешнеполитического ведомства Хачатур Лазарев который был прикомандирован шефу корпуса жандарма Александру Петтиндорфу в качестве дипломатического агента имел возможность представлять на усмотрение царя разные проекты и вот первый раз там он говорит о возможности возрождения древнего армянского царства потом подключается Мерсельская Штаракетция другие армянские патриоти Константин Худапашин Александр Константинович Худапашин князь Аргутинский и другие товарищи которые стали оставить эту точку когда закончилась война и был подписан мир то здесь опять Хачатур Лазарев подал записку все они отложились в основном военно-историческом архиве и есть другие архивы их личные фонды где поднял вопрос об образовании государственности и попросил царя признать себя возложить на себя обязан возложить на себя знаки армянского царя Тардата Великого третьего христианского царя и решить вопрос государственного образования в это время существовал комитет 1826 года он занимался рассмотрением бумаг 6 декабря 1826 года которые остались от царя Александра первого там были разные планы создание Кавказского наместничества генерал-кубернаторств по 3-4 и там было обращено внимание на существование отдельной Бессарабской области поэтому когда руководитель этого комитета внес в 1828 году предложение упразднить Бессарабскую область царь Николай Первый возразил следующее но ведь там же живут молдаване у них свой язык у них свое законодательство и отказался соединить Бессарабскую автономную область с Одесской губернией хотя часть Бессарабии входит в состав Одесской губернии И им такой подход был обусловлен тем что в российской державе в отличие от маркшистского подхода существовал определенный опыт решения национальных вопросов но об этом свидетельствует наличие царства польского великого графства было графства при наполе и стал царством великого княжества финляндского с парламентом со своим законодательством с 1811 года шел вопрос о статусе Бессарабской области и вот такое внутреннее самоуправление царь дал и самое интересное потом когда я сопоставлял статус Бессараби 1828 года и наш статус в Армянской области то управление было почти одинаковое почему царь Николай Второй Первый он был приятелем Паскевичем вместе они получили образование в военной академии Парижа в 1815 году в 1815 году в 1815 царь Николай Первый тогда великий князь он получил третий сын его не полагалось наследовать Александр Павло Первый должен был занять Александр Первый в 1821 год он официально умер неофициально удалился в Сибирь Второй сын Константин был женат на Польской княжни которая отказалась принять православие она сохраняла катарисы там была ткань и третьим стал немаловим Он в 1822 году служил проходил военную практику в Кищеневе под руководством командующего Паскевичем местными войсками так что вот это реалия вот это взаимоотношения политические интересы они требовали симпатии армянского населения к России во время надвигающейся русско-турецкой войны она начнется в апреле там будет принят манифест и так далее но другой вопрос что не произошло наполнение теми же порядками законодательством скажем Махитары Гоша наши патриоты планировали принять того самоуправления которое существовало для русских общин в составе России в Астрахани Новом Нахачеване в Крыму использование армянского языка скажем вот Новом Нахачеване он использовался до 1868 года помешали другие обстоятельства личные отношения не будем скрывать отношения Паскевича с Красовским и отношения Паскевича с Нерсесом в Аштаря Китцы после чего он окажется в Бессарабье и вернется уже в Армении в 1846 году в 1844 году будет избран катарик всех армян и вот оказали содействие с Астрахани Хачатургазарев и оказал его приятель великий князь Михаил Семенович Боронцов который в 1844 году станет наместником Кавказа и он предложил царю в 1845 и 1846 создать армян грузинский губерник либо восстановить армянскую область но развитие событий пошло по-другому в 1846 году Кавказский комитет принял предложение председателя комитета военного министра Чернышева о необходимости нивелировать название губернии поэтому были созданы в 1846 году 6 декабря Тифрийская Кутаистская Шимахинская и Дербенская а в 1850 году 1 января открылась Ереванская губерния закон о ее создании был принят в июне 1849 года вот так сцепление и личных отношений и политических и военных сказалось на развитии той иной административной формы и вот армяне и русские принадлежат к общей цивилизации византийской у нас общая восточно-христианская вера и вы как историк основываясь на опыте историческим каким вам видится вот сегодняшние армяно-российские отношения то есть какую позицию армяне Армения должна занимать по отношению к России должна ли идти на дальнейшее сближение углубление интеграции вам как видится для будущего основываясь на истории в ходе специальной военной операции вот во время ток-шоу русские эксперты они все образованные люди знающие о чем говорят они использовали понятие православная цивилизация православная цивилизация мы же относимся тоже к православной цивилизации между нами нет различия только мы являемся представителями древнего православия куда входит Коптская церковь Эфиопская Малагабарская и так далее наш католикос Горегин второй вот уже на второй срок представляет эти церкви в альянсе христианских церквей а до этого был два срока католикос Кириэке Арам Первый и у него великолепные отношения с православным патриархом Кириэмом Вторым в этом году он опять поздравлял Арам Первый соответственно очень дружественные отношения также между нашим католикос так что у нас нет никакого проблем в отношениях с русской церковью мы та же самая линия православная мы тоже представители этой цивилизации макро размере и ничто не мешает нам оставить наше единство и братство мы были с Россией есть и будет профессор Туниан большое вам спасибо за интересное интервью макро макро макро